Слово Божие Стих Вы можете садиться, потому что там еще будет проповедь В те дни вышло от Кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле Эта перепись была первое правление Ферине Сирии И пошли все записываться, каждый в свой город Пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назарета В Иудею, в город Давидов Называя его Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова Записаться с Марией, обрученной ему женою, которая была беременна Когда они были там, наступило время родить ей И родила сына своего первенца, испеленала его И положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего И вдруг пристал им ангел Господень, и слава Господне осияла их И убоялись страхом великим И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям Присаживайтесь, братья и сестры Я прошу еще немного набраться терпения Сегодня я хочу посмотреть на три урока, которые мы можем взять с лиц Рождества В этой истории есть три вида людей, или три категории людей, или три лица людей С которыми мы можем взять три урока И сегодня кратко я хочу поделиться с вами с этим Итак, первое написано, что Библия говорит, Кесарь Август сделал повеление Итак, первое лицо – это Кесарь Август Кесарь Август был один из самых сильных императоров в истории Рима 45 лет он правил Римом Во время его правления это считалась золотая эпоха Рима Благодаря ему наступила пак с романа «Мир в Риме» Он был очень человек, который был очень организованный Он любил планировать И вот то, что он решил сделать перепись Это была одна из, как сказать, его черты характера, качества Он отвечал за 170 тысяч солдатов, которые у него было Одна первая, одна из первых больших армий в Риме, которая была наемная 170 тысяч солдатов Он отвечал за все дороги, которые делали в Римской империи И он решил посмотреть, сколько денег или какой доход он может иметь Или сказать, инвентарь в своей империи И он решил сделать перепись Интересно Он не хотел имен Знать Он не хотел знать истории жизни каждого человека Все, что он хотел знать Сколько человек И сколько денег Он может иметь с них Ему было все равно История каждого человека История жизни Он был император Император Который был самым главным человеком на земле в то время Но интересно Что этот император не понимал Что Бог главнее Что Бог все равно за всем стоит Вы знаете, сегодня я смотрю на историю нашу На политику Смотришь на этих больших людей Людей власти, президентов И всего остальное И некоторые законы, которые они придумывают или издают И вещи, которые они делают И ты думаешь Что это за люди Неужели Мы зависим от этих людей Но я хочу сказать, дорогая церковь, что Даже за самыми сильными мира сего Стоит Бог Даже за самыми людьми, которые Нам кажутся жестокими Бог нас не оставляет и там Бог Бог был там Когда правил Кесарь, Август Бог был там И Бог послал Вот в это время Когда Израиль был в рабстве Порабощен Римом Бог послал Сына Своего В этот мир Чтобы спасти мир от греха Я помню историю Как один пастырь рассказывал, что Когда он был молодым Ему понравилась одна девушка И он заходил в автобус школьный И он стеснялся с ней говорить Но он всегда, когда заходил Видел, что место одно было открыто возле нее Он садился И так они познакомились И со временем Они поженились Когда они поженились Он говорит, как хорошо, что я Тебя добивался и добился А его жена говорит Ты охотился за мной Но я тебя словила Каждый раз, когда автобус ехал И мы подъезжали к твоей станции До этого я садилась на одну лавку И ставила возле себя рюкзак И никто не мог сесть Но когда автобус подъезжал к твоей остановке Я убирала рюкзак И двигалась к окошку И когда ты заходил Было одно только место Возле меня И жена говорит Ты думаешь, что ты за мной охотился? Но я тебя словила Очень часто мы думаем Что сильные люди думают Что все от них зависит И что они охотники Что они имеют власть Они имеют силу Но Господь Умеет направлять Господь умеет направлять Историю Бог имеет направлять Жизни наши Всякие моменты Для его воли Итак, первый человек Это Кесарь, Август Второй человек Или даже два человека Это Мария и Иосиф В первом человеке В первом лице мы видим Что Бог контролирует все Даже самых сильных Бог контролирует все Во вторых людях Марии и Иосифе Мы видим, что Бог Использует все во благо Знаете, чтобы поехать С Назарета В Ифлием Это 90 миль 90 миль 90 миль не по хайвею Братья и сестры Не на машине с отоплением Или с кондиционером 90 миль Зимой Мы так думаем Это было С беременной женщиной Это был Нелегкий путь Это был Непростой путь Это был Неудобный путь Я хочу сегодня сказать Дорогая церковь Бог не всегда В нашей жизни Планирует все удобно Бог не всегда Планирует В нашей жизни Пути Которые нам Удобны И которые нам Приятны Бог имел План для Марии и Иосифа Чтобы они были В Ифлиеме Это была Воля Божья Но путь Который он имел Для них И план Он не был Конфортабельный Он не был Удобный Он не был Приятный Может сегодня Сегодня у вас У вас Не все Приятно В жизни Может сегодня У вас Не все Конфортабельно В жизни Может сегодня У вас Не все идет Как вы запланировали Но Мария и Иосиф Хотя это не было Конфортабельно Хотя это не было Удобно Они поехали Сегодня Бог Ищет людей Которые Пойдут за ним Не когда им Только удобно И комфортабельно А когда им Так же неудобно И неконфортабельно Легко идти за Богом Легко ходить в церковь Легко нести служение Когда все удобно тебе И приятно Но как тяжело И как бывает непросто Служить Богу Жить для Бога Когда Бог Позволяет В твоей жизни Неконфортабельный путь Неконфортабельный Journey Сегодня я хочу Спросить у тебя Какой твой путь Какие у тебя Сегодня неудобства Если у тебя В жизни неудобства И ты думаешь Почему Бог Тогда пускает Почему так Бог делает Подумай о Марии и Иосифе Подумай Как им не было Неудобно И как они все равно Исполнили Волю Божью Сегодня Бог призывает Чтобы мы шли за Ним За Христом Не всегда Когда нам удобно Не когда всегда Нас принимают И любят Не всегда Когда нас понимают Но чтобы мы шли За Христом Потому что мы Любим Его Мария и Иосиф Поехали в этот Нелегкий путь В неудобный путь Который был Часть Воли Божьей И воля Божья Не всегда Для нас Иметь Удобный Путь Воля Божья Не всегда Для нас Иметь Nice Sweet Ride Воля Божья Бывает Для нас Иметь Bumpy Ride Иметь Тяжелую Поездку Тяжелый Путь Это было Воля Божья Сегодня вопрос К нам Готовы мы идти За Христом Когда нам Неудобно Когда нам надо Что-то жертвовать Когда нам надо Отрекаться От себя Готовы мы идти Или мы ищем Христианство Только которое Удобное А как только Где-то что-то На нас прижали Все Что вы от меня хотите Я еще не буду Итак Первый человек Это Бог Кесарь Август Который показывает Что Бог Все контролирует Вторые люди Мария Иосиф Бог показывает Что Бог Использует Даже тяжелые пути В нашей жизни Для Его блага Все содействует Ко благу Любящим Его Мы Сейчас говорим Какая прекрасная история Младенец родился В Ифлиеме Сын Божий Сошел That's so beautiful Но это не было Beautiful Для Марии Иосифа Чтобы приехать туда В этот путь Это не было легко Это было тяжело И последняя Категория людей Пастухи Мы видим Что когда явился Ангел пастухам Написано Убоялись Страхом Великим Сегодня люди Люди имеют Много страхов Сегодня Может У тебя Есть много Страхов Сегодня Мир Полон Страхов Сегодня Стараются Помочь Психологи Людям Со многими Страхами Сегодня Сегодня люди Боятся Болезней Люди Боятся Старости Люди Боятся Смерти Люди Боятся Потеря Близких Потеря Работы Оккультных Вещей Люди Боятся Чего Сегодня Боишься Ты Что страшно В твоей жизни Иисус Христос Пришел На землю Чтоб Мы Не жили В страхе Это Естественно Для нас Пугаться Братья И сестры Это Естественно Для нас Испытывать В своей жизни Какие-то Страхи Но Это Ненормально Когда Человек Живет В тюрьме Страха Когда Человек Связан Страхом Когда Человек Не имеет Покоя В душе Иисус Христос Пришел Чтоб Чтобы мы Имели Свободу От страха И Номер 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 Один Почему Сегодня Люди Имеют Страх Своей Жизни Потому Что Они Не Знают Господа Они Не Приняли Бога Как Личного Спасителя Они Живут Во Грехах Своих Которые Приносят Им Страх Сегодня Люди Не Знают Господа И Они Не 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 Свободы От страха Тьмы И Дьявол Сегодня Мучает Их Души Но Господь Иисус Христос Пришел Чтобы Мы Были Свободны Чтобы Мы Не Жили В Страхе И Вот Почему Сегодня Мы Читаем Написано Не Бойтесь Я Возвещаю Вам Великую Радость Какой Бы Сегодня Страх Твоей Жизни Не Был Христос Может Помочь Не Надо Бояться Когда Иисус Рядом Не Надо Надейся На Иисуса Для Этого Он Пришел На Эту Землю Чтобы Освободить Нас От Страха Сегодня Господь Дает Жизнь Вечную Чтоб Человек Имел Уверенность Что Его Душа Будет С Богом Чтоб Он Не Боялся Смерти Сегодня Иисус Пришел На Эту Землю Чтоб Человек Жил Надеждой Христа Потому Что Его Жизнь Зависит От Этого От Бога Сегодня Христос Пришел На Землю Чтобы У нас Не Было Страха Любых Причин Которые Происходят Потому Что Мы Знаем Что Иисус Рядом Иисус Рядом Иисус Рядом С теми Которые Хотят Быть Рядом С Иисусом Братья Сестры Церковь Можно Ходить В церковь И не Быть С Иисусом Так Было Во время Фарисеев Иисус Говорит Вы В синагогах Вы Возле Меня Но Ваши Сердца Далеко От Меня Как Важно Быть Вместе Со Христом Как Важно Жить В присутствии Вожем И только Присутствие Христа Может Наполнить Нашу Душу И Освободить От Страха От Страха Греха От Страха Дьявола От Страха За Свою Жизнь За Какие-то Ситуации В своей Жизни Болезни Только Иисус Христос Только То, что Он Сделал В нашей Жизни Только Его Рождение В нашей Душе Дает Полную Уверенность И Надежду И Сегодня Мы Именно Это И Празднуем Мы С радостью Приходим Ко Христу Не потому Что Мы Такие Хорошие Не потому Что Мы Лучше Кого-то Не потому Что В этом Году У нас Все Получилось Не потому Что У нас Нет Бампи Роудс В нашей Жизни Но Потому Что Христос Родился В нашей Жизни И Его Присутствие Дает Радость Дает Жизнь Дает Надежду Я Сегодня Хочу Призвать Если Есть Еще Среди Нас Люди Которые Не Познали Христа Познайте Его Очень Важно Чтобы Христос Не просто Вы знали Его Чтобы Он Родился В вашей Душе Я Много Знаю К сожалению Я учился В христианской Школе И Очень Много Студентов С которыми Я учился Они Сейчас Не с Богом Я Вижу По их Фейсбуках Я Вижу Чем Они Занимаются Они Всю Жизнь Были В Христианской Школе Есть Люди Которые Со Мной Учились В христианском Колледже И Я Смотрю Сейчас На Их Не И Они Живут Во Грехе Понимаете Можно Всю Жизнь Слышать О Боге Можно Всю Жизнь Как Иуда Ходить Со Христом Три Года Можно Быть В Атмосфере Но Не Родиться Духовно И Очень Важно Чтоб Христос Родился В нашей Душе Чтоб Мы Испытали Духовное Возрождение И Когда Христос Приходит В нашу Жизнь Когда Его Присутствие Приходит В нашу Жизнь Бог Дает Нам Веру И Он Освобождает Нас От Страха Аминь Аминь Сейчас Мы Будем Петь Общим Пением Вот Особое Сейчас Время У Нас Вот Как Знаете Когда Ты В темноте И темно И страшно Но Вот Этот Свет Он Всегда Прогоняет Темноту И Вот Свет Сегодня Мы Будем Зажигать Свет Это Свет Христов Свет Христов Который Прогоняет Темноту Который Может Прогнать Темноту В нашей Жизни В жизни Близких Наших Только Его Свет Давайте Мы Встанем С вами Сейчас Я попросил Будь Что Братья Может Выключили Свет Немножко Мы Будем Петь Общим Пением Тихая Ночь И Во Время Этого Мы Зажгем Свечи Мы Передадим Свет Друг Другу Который Является Напоминанием Что Христос Прогоняет Тьму Христос Есть Свет Он Прогоняет Страх Нашей Жизни Христос Есть Наша Надежда Давайте Мы С вами Помолимся Пусть Господь Поможет Нам Вот Как Свет Мы Передавали Друг Другу Мы Сами Ничего Не Можем Сделать Но Свет Христа Может Прогнать Тьму Свет Христа Может Прогнать Тьму Твоей Жизни Жизни Других Будем Передавать Христа Будем Просить Чтобы Господь Помог нам Показывать Христа Всем вокруг Нас Давайте Мы Помолимся Повторим Бога За то что Он пришел На эту Землю Что Принести Нам Свет Дорогой Господь Я Благодарю Тебя За то что Ты Есть Свет А где Есть Твой Свет Там Нет У Тьмы Потому Что Свет Прогоняет Тьму Я Благодарю За Твое Рождение Потому Что Твоем Рождении Мы Получили Свет На Этой Земле Господь Я Благодарю Что Ты Родился В Нашей Душе Потому Что Вот Такая Свечка Вот Такой Огонек Светит В Нашей Душе Твое Присутствие Духом Святым Светит В Нашей Душе И Я Прошу Господь Помоги Господь Нам Жить В Присутствии Твоем Чтобы Мы Могли Передавать Свет Дальше Другим Вокруг Нас Мы Благодарны За Свет Который Мы Находим В Тебе Ты Есть Наш Спаситель Ты Есть Наша Радость Мы Благодарим И славим Тебя И мы Поклоняемся Тебя С волхвами С пастухами И со Всеми Другими Мы Воздаем Тебе Славу Нашему Царю Мы Все Просим Это Во Имя Отца И Сына Духа Святого Аминь